Всем привет дорогие друзья! Другие подруги здрасте! Давайте как обычно вначале около бритьевой, а потом уже само бритье. Что касается самого бритья, думаю, что я вас удивлю сегодня, потому что у меня день был необычный, решил я его необычно и продолжить. Сегодня с утра мне нужно было отправить 6 посылок, когда с утра пораньше. Пошел на почту, занял очередь, отсидел сколько положено, стал отправлять и тут выясняется, что на одной из посылок индекс не тот. Ну ладно что, не тот, не тот, шестая у меня, пять отправляется, кассир не дает пять чеков, я успокоенно иду домой. После этого еду, занимаюсь своими делами по производству, там то есть все пятое-десятое, потом когда уже в обед возвращаюсь и готовлюсь к тому, чтобы рассылать треки, у меня на руках посылка определенного лица. И тут же я держу среди этих пяти чек с указанием именно этого человека, но это невозможно, я ее не отправил, потому что там индекс не тот. Суть до дела, я написал человеку, что индекс не тот, он не дает верно, я переправляю, а дальше то что делать? У меня чек не на ту посылку, ну подрываясь, бегу на почту и говорю, девочки ищите, ошибка где-то. Видимо не только пятна на солнце в этот день были, но еще и я не вредный, потому что посылки еще не отправили. Девчонки скрывают все коробки, находят то, что нужно, приходят, хлоп, чек с одной фамилией, трек, все как положено, адрес, все одного человека, но этот человек живет в Москве, а посылка уходит в Питер. Адрес на посылке питерский, то есть получается мне на питерскую посылку для девушки дали чек с московским адресом, для парня. Ну короче переправили, все сделали, слава богу все хорошо, но самое главное, что успел, и уже так знаете, уже стал отпускать, а тот мне, о как хорошо, что ты вернулся, я говорю, а что случилось? А ну-ка покажи-ка свои чеки, я показываю, говорит, о смотри, вот этот, что-то там машина перепутала, короче она сделала не так как надо, я говорю, девочки, коротко, трек поменялся, хлоп выдает мне другой чек, ну и оказывается вот, то есть вот, вот так вот у нас ПР работает, вот так она умеет. Когда пришел домой уже на адреналине, столько времени, полдня угробил на эти посылки, ну естественно все такое на заводе, а тут посмотрел видео у Павла, посмотрел, посмотрел, что-то так маленько подуспокоился, думаю, ну ладно, итальянец, все хорошо, пойду-ка наше гляну, ну и к Александру по долям туда, ну тут-то порезвее пошло. Итальянец, как ни крути, он мужик хороший, в принципе, техника у него поставлена, но у него своя схема, он уже под себя любимого все заточил, и у него двух проходов хватает вполне, причем второй проход по большой степени напоминает первый, поэтому ну че, я пошел к Сашке, а у Сашки-то наш, у него вот так вот все растет, и там три прохода, ну посмотрел еще раз, душа успокоилась, думаю, ну че, ладно, хорошо успокоилась, дай-ка я ее еще больше успокою, и вот эти подарочки, которые от Урмаса, камни, бальцевые пластины, солмарной пастой, ремни, достаю Костину опасочку, французский клин, ну и я все, 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 короче, я себе успокоил, все, все нормально, все хорошо, вот так стал продолжаться мой день. Ну а теперь к вопросам, и кстати, по поводу вопросов, у нас на канале, судя по всему, появился новый человек, и этот человек, судя по всему, с опасками-то на ты, а зовут его, так, ну заводить шарманка-машинка. Владимир Степанцов, он подсказал очень одну интересную штуку, говорит, там видео с опаской посмотрел, говорит, Вадим, ты какие-то сразу на кромку у нас было глянули, она, говорит, как бликовать, начнет, о, значит, говорит, все нормально, все хорошо, это значит, говорит, этой опаской можно блиться. Как это правильно делать, я не знаю, но, наверное, научусь, возможно, он все-таки посмотрит это видео, говорит, объяснит то, что он имел в виду, но не из-за этого я говорю об этом, из-за того, что он предложил свой вариант компресса. Как это выглядит? Ну вот так вот, смотрите. Дело будет касаться компресса для лица. Первый компресс ты делаешь правильно, он отпаривающий, второй делает впитывающий, намылив лицо и сразу горячей водой компресс на 5 минут, горячий, а не теплый. Затем намыливаешь лицо и начинаешь работать опаской. Далее опять горяченький компресс на лицо, но не сильно выжатое полотенце, а дальше холодный компресс, после этого вытираем лицо насухо и наносить бальзам после бритья. Далее, по желанию, становится горячий компресс, этот способ называется королевским, но на самом деле это турецкий. Блин. Володь, да я там этих компрессов штук 8 насчитал. Это, блин, это что такое? Это все бритьеводы тут компрессами, ха, налево-направо. Да я тут от компресс есть по полной, тут видео на одних вырезках будет состоять. Ну, два компресса я считал, что вполне достаточно. Ну, ладно, ты говоришь, что можно больше, ну, три. Ладно, я еще мог бы как-то объяснить, но тут их реально больше. Зачем так много-то? А, королевский. Из-за этого? Парни, если кто-то что-то слышал о подобном, вдруг Владимир не посмотрит это видео, вы что-нибудь слышали такое? Мне вот ради прикола просто хотелось бы понять, на самом деле вот это работает, а если работает, то правда классно, что ли? Вот один из вариантов. Вот, вот, интересно, интересно. Следующее письмо. Его написал Вадим В.Р.Н. И отдельный респект тезка за то, что тут нет элементов секстанства, как на некоторых других каналах, типа, не сметь никому говорить и даже думать на тему жилетов. Трын-тырын-тырын-тырын. Ну, я отвечал уже там, хочу еще рассказать, чтобы все слышали. Ребят, злые мои какие-то. Вот часто так бывает. А заради чего? Вот в этом плане, я считаю, есть чему буржуинам поучиться, потому что они более выдержанные, они более терпимые друг к другу. Да, есть, конечно же, какие-то перегибы, например, за рубежом, но, в принципе, по большому счету, это сильно и не обращают, как человек-одет. Внимание, то есть, ты там можешь как лохудра выглядеть, тебе даже слова никто не скажет. Сам был этому свидетелем не раз, и меня это, честно сказать, удивляло, коробило, меня прям спонталуку сбивало. Ну, я просто смотрел, для себя галочку ставил, и проходил дальше. Пример, Lexus 430 с откиданным верхом стоит, и каждый раз, ну, у нас там в кондоминии, где мы с Лариской жили, каждый раз, когда мы с Лариской проходили, мы думали, а чья же эта машина, наверное, какая-нибудь такая белокурая леди там, или там какой-нибудь пацан фронтовитый такой, когда мы увидели хозяина этой машины, мы вообще офигели. Я уже говорил об этом, но это так просто, к примеру, раз сейчас. Вышел какой-то типаж, вот знаете, восточного вида, с бородой, вот если бы это было не в Америке, я бы подумал, что это или грузин, или армянин, или кто-то вот, ну, может быть, это был араб, но черненький и весь такой обросший. Плюс футболка, пиджак, вот, ребята, треньки вот с такими коленками, заправленные в носки, и все это одеты в эти самые длинноносые туфли. И вот этот человек сел в эту машину. Ну, в нашем понимании это нерастяжимо, но там это вполне себе. Как-то раз рано утром приехали в формаджек, купили все, что нужно, собираемся, подходим к кассе, впереди нас стоит дама. Довольно престарелая, там, может быть, 70, может быть, 80 лет. Ну, вполне себе еще живчик, все бы ничего. Но дама была в домашнем халатике, из-под которого и пеньюары, и все, все у нас. Вот, все, что может быть у старой женщины, все оттуда вот так вот вываливалось в разные стороны. Плюс ко всему, вишенка на торт, у нее на башке были вот такого диаметра бигуди, в хаотичном порядке. Ну, вот у нас даже дома так появиться как-то неприлично. А там человек в магазин пришел за покупками. Самое прикольное было, что когда она вышла, она села в якувар и укатила. И пофигу на все это, пофигу. Всем пофигу. Но там есть то, чего нет у нас. Уважение. Уважение к оппоненту. Какая бы очередь, где бы ни была, у нас обязательно вот эти вот веревочки, которые, знаете, разграничивают очередь, нам это как-то помогает формироваться. А там это тоже есть, но там это не надо. Там, если человек подходит в очередь, он не будет от тебя тереться. Ну, ты типа иди, вон там освободилась. Ну, сколько ты? Ну, что ты тут стоишь? Давай, давай, там я тороплюсь. Нет, там такого нет. И сзади ты можешь рассчитывать, что у тебя там потливая какая-нибудь бабуля вот с такими мамочолями об тебя тереться тоже не будет. Полметра минимум. Это личная зона у людей. Полуметр-метр. То есть вот, если ты стоишь где-то в дьюти-фри, и тебе так вот кто-то там подпирает, там впереди тебя свои покупки, сует, стопудово наш. Не американец, не европеец никакой. Так вот этому нужно поучиться. Вы хоть один канал знаете за рубежом, по Брисиной тематике, который, ну, чморил бы, допустим, оппонентов. Вот он представляет какой-то вид бритья, а за все остальные он говорит, это, блин, это говно, не говорите все, это, ты что там, пум-пум-пум. Нет, нет. У них есть какая-то нетолерантность, это, наверное, громко сказано, ну, внутреннее уважение, что ли. А сам для себя это называю, не только внутреннее уважение, это еще и как-то достоинство, что ли. То есть ты любишь что-то, тебе что-то нравится, ты говоришь об этом, так какие у тебя могут быть основания для того, чтобы говорить плохо о другом, или запрещать это? Ты кто? Ты вообще Господь Бог или кто-то, или это семь пятниц у тебя, и тебе Боженька в маковку поцеловал, сказал, иди, брат, вей в свою правду, я тебе разрешаю. Да нет же, ты такой же простой человек, как и все на свете, и не факт, что лучший человек. Зачастую даже, может быть, и совсем не так. Этого нельзя делать? Нет. Я уже говорил, под прошлым видео хочу повторить еще раз, самое главное, это бритье. Чем? Выбирает каждый. Свой фунь-шуй найдет каждый. А вот бритье, примочки, если убрать в сторону, Т-образный станок, жилет, опаску, ну, чем-то мы еще бреемся, ну, всякую фигню. Вот это. Ребята, а что останется? Останется пришеевый, автошеевый, мыло, крема, да да хрена, что останется? Вот оно. Это все бритье, вот это объединяет. Я считаю, что это правильно. Вот как-то так. Валентиныч, Валентиныч, очень понравился твой комментарий. Спасибо тебе за такую, знаешь, активную жизненную позицию, за... Барсучка, 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 сучка, сучка, но когда так человек говорит, ну, невозможно его не поставить. Будет барсучка, будет, в этом обзоре сейчас. Владимир Завиркин. День добрый, дядя Вадим. А можно снять видео топ-10 станков мыла и так далее? Чисто ваше субъективное мнение. Видео на канале так много, хоть отпуск бери, чтобы посмотреть. Да что ж нельзя-то? Можно, можно, Владимир. Только зачем? Кому это будет вообще надо? Кому это будет интересно? Это все равно, что ты бы снял топ-10. Это твои хочухи. Мне кажется, это польза чуть. Это так, знаешь, просто видос запилить, чтобы он просмотры собрал, да там срач в комментариях там каждый. А я вот это, а я вот то. Да ну это что, это фигня, вот это классно. Это говорит именно о том, что все люди разные. Топ-10? Да я не уверен, что найдутся люди, которые десятку-то этих наберут. Если бы меня кто-то спросил один, ты можешь собрать какие-то свои любимые? Ну, знаешь, вот сильно бы потужился, попыжился, но в мылах, в кремах, ну штук 5-то набрал, ну максимум 7. В автошейвах, ну тоже может быть, пятерочку-то набрал бы. В станках до 5-ти точно. А все остальное, все что свыше 5-ти, ну это такое, знаешь, высосанное из пальца, то есть ярко выраженных пристрастий каких-то бы не было совершенно. Поэтому, если серьезно говорить об этом, ну может быть, топ-5, да, вот это можно, но не топ-10, это точно. Потому что, и то я, вот ребята, ваше мнение, я лично считаю, что это нафиг не надо, потому что, это имховое, достаточно субъективное мнение одного человека. Если скажете, то сделаю, вообще не вопрос, но я считаю, что это видео, ну не будет нести оно какой-то пользы, потому что я выскажу свои хотелки. Во всех остальных видео я даю какую-то информацию по каким-то продуктам, пускай тоже достаточно субъективное, но тем не менее. А здесь просто какие-то пять, которые нравятся мне. Ну и что? Ну выйди на крышу, крикни, а мне вот это нравится. Ну тот же самый успех, то есть взрослые люди выбирают для себя, то есть это мое, это твое, а это вот его. Вот так как-то. Ну в любом случае, ваше слово будет последним. Скажете, сделаю, но не топ-10, топ-5, да. Кому ушло австралийское мыло? Ребята, мыло ушло Николаю Шарикову. По одной простой причине, что после видео он первый написал запрос на это мыло. По времени, вот скриншот, пожалуйста, вот он первый написал, ему и ушло. Был бы вот молодой человек, да, вот тот, который справа первый, ну ушло бы ему, ну или ты, вот ты бы первый написал, ушло бы тебе. То есть вот как-то так. И вообще, я думаю, это не самый лучший способ вот так вот вещи вот как-то раздавать, потому что камень брошен, в этот же день мыло ушло, меня потом еще круги по воде еще наверное неделю гоняли и на почту, и на телефон, смс-ки, и везде. А как там мыло? Ну ребята, ну спустя неделю вы как думаете сами, как? Ну вот так. А я отвечал, то есть, ну не знаю, навряд ли я больше когда-нибудь так буду делать. Максим Рагуткин и Роман Недоступен. Два человека, тут сразу два комментария. Максим задал интересный вопрос. Вадим говорит, достаточно большой выбор косметики, а почему ты, говорит, одноименные не объединяешь? Вот допустим, тот же самый Року. есть у него мыло, есть у него автошейф. Почему вот в одном обзоре одно не показываешь и не совмещаешь? Максим, есть в этом какая-то своя сермяжная правда, но вот если честно отвечать, вот как вот есть на духу, то я их раздробил по одной простой причине, что те вещи, которые были присланы одним махом, да их можно было сразу показать. Но это было бы одно видео. Компания, которая дает такие вещи на рекламу, но как правило рассчитывает не на одно. То есть один примет, одно видео, там 10 приметов, 10 видео. Это нормальный ход. Но тем не менее, в твоих словах тоже есть доля правды, потому что зачастую космические компании каждый раз, когда выпускают вот такие свои линейки, они делают так, что допустим, если ты используешь пришейф, мыло или крем и автошейф их линейки, то они друг друга дополняют, усиливают и дают как-то больший эффект. В своей жизни я ни разу так не пробовал. Не было у меня возможности убедиться, так ли это на самом деле. Может быть, это какой-то рекламный трюк. Но тем не менее, да, я слышал о таком, что на самом деле есть такие вещи, вот Blue Shark, по-моему, или американцы, что там на синем фоне какие-то вот такие штуки есть, там черепушка скрещенная, как они правильно называются? У меня их так ни разу, по-моему, не было, кроме лезвий. Вот у них такая линейка есть, и они об этом говорят, что вот будете так делать, будет вам счастье. Но пробовать сам я не пробовал. Почему еще здесь роман недоступен, каким боком? Дело в том, что он полностью с этим согласен, еще бы хоть иногда без китайцев, как раньше. Так, знаешь, ностальжи, как раньше. Ром, да я только за. Я только за. Ну, видишь, китайцы завалили по мазками, вот сейчас их там сколько, там 5-10, что-то болтается. Ну, а куда их, что? Ну, их же показывать надо. Что с ними делать-то? Ну, подождите, хлопцы, сейчас вот покажу, да уже, и все, и там что-нибудь другое будет. Опасная бритва РФ сейчас собирается очень большой такой, какой-то бандерол прислать, там будет сброс очень серьезный. Ну, естественно, если опасная бритва РФ, то это европейские дела, американские, европейские, все такое прочее. Вот там что-то будет. Ну, а пока вот, ну, покажу китайцев. Ну, смотри, как-то так, знаешь, прищурок, я китайц, ну, как-то так. А какой у меня выбор? То есть, у меня есть обязательства, я их должен выполнить, как-то так. Денис Перепелкин, это тот человек, которому я не только хочу сказать огромное спасибо, но вот так бы встретились, я бы вот руку бы с удовольствием пожал, это достаточно эрудированный, любознательный, тактичный, умный, ну, и доброжелательный человек, по крайней мере, я его сейчас так воспринимаю. Тот комментарий, который он написал, ну, это, это, это поэма, это рассказ. То есть, там столько всего накатал, это просто читать и читать, это действительно много букв. И там не какая-то пустая трепотня и болтология, там на самом деле очень много интересного, очень полезного, это вот, это одна позиция, вот за которую я хотел бы сказать Денису спасибо, потому что, благодаря вот таким комментариям, которые по существу подробны, со своего рода экскурсами, пояснениями, и касаются сути каких-то вопросов, вот благодаря таким комментариям, сейчас стали появляться восклицания, то есть, человек приходит на канал и говорит, ребята, да у вас тут просто читая комментарии, можно к уйму полезной информации получить, о, кто это сделал? Парни, это вы сделали, это мы сделали, у нас получается не какая-то пустая болтология, у нас на самом деле получается анатомия бритья, чуть ли не под каждым видео, можно заходить и читать, кроме ржача, кроме стеба, кроме анекдотов, кроме вот всего того, что бывает, где собирается много мужиков, очень-очень-очень-очень и очень много полезной информации, вот Денис, огромное тебе спасибо, и не только за это, еще за одну штуку, сейчас я скажу, это так, выдержка просто, серьезному ученому при желании гораздо легче стать хорошим писателем, билетристом, так как он хотя бы досконально знает предмет, о котором собирается говорить с широким кругом читателей, а вот писатель-билетрист серьезным ученым, как правило, стать уже не может, время и деньги, а знаете ли, плюс голова другая, но не так, короче, так и в бритье. Читая все это, мне в голову пришло, может быть, не совсем неожиданное, вернее, совсем неожиданное, которое к сути этого письма-то, наверное, отношения-то не имеет, но знаете, как часто бывает, вот лежит одна песчинка, к ней другая приходит, ну, двинься, я сяду, ну, хлоп, еще, 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 и вот так куча песчинок собирается, а потом, когда уже 999-е или 100-500-е приходит, ну-ка, ребята, двигайтесь, я сяду, и все, и посыпалась лавина, вот это, наверное, было той песчинка, которая пришла и свалила эту лавину, и мне пришла в голову какая-то мысль, все эти органы осязания, которые есть у человека, это зрение, это запах, обоняние, это чувство осязания, то есть пальпация, как кожей, так и кончиками пальцев, они все дают сигнал человеку, и все эти сигналы уходят в мозг, человек интерпретирует эти сигналы, переваривает по-своему, и уже начинает выдавать информацию на гора, и с коей можно понять, как человек относится к той или иной поступившей на обработку информации, это казалось бы просто, на самом деле, ребята, я думаю, что это не совсем так, потому что кроме головы, у человека есть еще сердце, и есть еще душа, кто бы как ни говорил, но я знаю, что это есть, я хочу в это верить, что это есть, и не все люди выдают информацию головой, все люди выдают информацию, свое отношение к миру, то есть выражают самого себя, внутреннего я, во всем этом участвует голова, сердце, душа, в той или иной степени, у кого-то больше ума, у кого-то больше сердца, у кого-то больше души, у кого-то это все связано в равных долях, у кого-то в равнобой, я думаю, что тут, наверное, если говорить за меня, у меня, наверное, больше души и сердца, пускай это не совсем хорошо, пускай ум, мозги, у меня часто выходят из этого процесса, ну вернее, как выходят, не совсем, конечно, так, так, дверь приоткроют, там вы что, там еще не напортачили, нет, ну я тут постою, но в любом случае, на первое место не всегда выходит, а иногда и не выходит совсем, и, пожалуй, это одна из причин, почему некоторым людям не нравится то, что я говорю, так как я оцениваю те или другие предметы, очень часто это можно услышать в форме, да, ты что, ему там все нравится, там хоть бы что-то поругал, тогда, ребят, ну, наверное, это из-за того, что я во всем пытаюсь увидеть хорошее, может быть, из-за этого, кто-то это воспринимает, что вот он там все рекламирует, ну, имеют право, имеют, если это для них так выглядит, ну что я им скажу, наверное имеют, но сам для себя, я вот после этого комментария Дениса, я понял, что вот как-то вот выдаю я все это больше через сердце и через душу, уж не знаю, хорошо ли это, плохо, может быть, некоторым это хорошо, и может быть, из-за этого некоторые, как вот так вот, любят посмотреть, так вот, но они понимают, что здесь не голая информация, что здесь еще что-то такое есть, и вот это что-то такое людей привлекает, я только рад, ребята, потому что я есть что-то такое, вот какое-то такое, не выдаю у головы информацию, а вот в конгломерате с чем-то, то есть вот что-то туда примешиваю, я пытался, честно пытался, выключить и душу, и сердце, просто работать одними мозгами, выдавать сухую информацию, нате, ребята, кушайте, плиз, не получается, не получается, я чувствую, меня коробят, я чувствую, что это фальшиво идет, все, фальшь, фальшь распознается всеми, первый, кто его знает, это ты сам, если ты это делаешь, а второй ты только рот откроешь, люди поймут, ой ты блин, что-то он тут, блин, втирает, потому что даже когда хреново иногда бывает, вы это все видите на камеру, ну как вас обманывать, да никак, лучше даже не пытаться, поэтому сам для себя, когда вот это все уже по полочкам разложил, пришел к следующему, что наверное как оно было, так оно пускай остается, то есть, ну старого медведя новым трюкам не научишь, вот так вот оно и есть, вот как-то так, и еще одно спасибо Денису, за то, что вот уронил эту последнюю песчинку, но это не все комментарии, есть еще один, я специально их расставил, такой последовательности, наверное мне было бы так легче, просто объяснить, вот ответ на этот комментарий, Александр Тернавский, доброго дня, не соглашусь, что помазок должен лежать на стенке катла, пучок помазок подогревается, должен именно для этого, и теплая пена из катлов и создан, а здесь пучком смысл в воздухе, висит, смысла не вижу, что-то я замешательствую, пара роликов тому, вы утверждали, что пупырьки на станках чаши, не влияют на получение пены в чаши, здесь же обратно услышал, как-то желательно определиться, выполнил ваши пожелания, озвученные в конце ролика, спасибо, подтвердили мои предположения, по китайским помазкам, это проверено, Александр, что касается скатла, вот когда будет видео со скатлом, я и выжжу свою точку зрения, я с тобой не согласен, в чем именно и как, ну это все будет там, а здесь по поводу пупырек в скатле, по поводу определиться, вот здесь как раз сыграло то, о чем я только что говорил, любой здравомыслящий человек, который скажет, что насечка внутри скатла, спиралевидная, там полигональная, радиальная, пупырчатая, там хоть какая, любая неровность внутри скатла, не влияет на пенообразование, будет неправ, потому что влияет, вам нужны доказательства, ребята, ну блин, ну скользите по льду, ну а бросьте песок, ну и долго ты по льду проедешь, да нифига, тут же квас, квас, нос себе расквасишь, стиральная доска, слышали? Старую, добрую стиральную доску, которые были еще в 40-х, 50-х, 30-х, в 70-х, помню, были, это оцинкованная какая-то, волнистая такая штука, в деревянную раму огребленная, ставится в ванну, и намылили, для чего это волнистая, правильно, ребята, правильно белье стирать, а для паука, каждый раз, когда на ровной поверхности появляется какая-то неровность, она заставляет внутренний предмет замедлять, но не замедлять, она препятствует движению, то есть какой-то вот этот, а вот все вот это, оно и способствует лишним движениям, и, как правило, пенообразованию, то есть эти узоры специально создаются, чтобы пена создавалась лучше, это, это даже не теорема, это аксиома, тут доказывать нечего, когда же я сказал вот эту вот вещь, ты ссылки не привел, я так по памяти вспоминал, мне кажется, я знаю, о чем ты говоришь, скорее всего, это была речь за чашу, которую я покупал в Океи, которую через Виталию, чертовски удобно держать, и в которой совершенно нет насечек, ноль, вот именно про нее я сказал, что там нет насечек, но на мой взгляд, они и нафиг не нужны, потому что и так бивается нормально, почему я так сказал? Душа и сердце, потому что там нет насечек, но у вас есть помазок, а помазок сам по себе, это сила великая, пеногенератор, и вы не забывайте, что нам, для того, чтобы побриться, нужен n-ый объем пены, и помазок, вполне себе самодостаточен, он может сам этот объем сбить, но пускай на 10, 15, 20, 30, 60 секунд вы поработаете больше, но тем не менее, вы придете к консенсусу, у вас этот объем будет, а с пупырышками вы это сделаете чуточку быстрее. Теперь я ответил на твой вопрос. Они по идее нафиг не нужны, но если они есть, это только хорошо. Вот как-то так. Ну и, пожалуй, все, наверное, на этом. А, да, кстати, один из новых подписчиков, нет, из старых подписчиков, который вернулся, или из новых, я уже, ребята, что-то подзапутался, попросил, говорит, Вадим, блин, за кошаков отдельный Рахмет, при возможности покажи. Сейчас будет тяжело, чрезвычайно тяжело, потому что там уже спать пошли, но и я постараюсь. Вот, ребята, буквально на секунду вырвал, там мама уже истерит во всю. Это новый персонаж в нашем доме. Маленький ребенок сомалийской породы, девочка-кошечка. Ей еще совсем мало, но вот такая вот она и есть. Все, отпускаю, а то там мама сейчас меня на фантике порвет. Да? Вот и морда рыжая. Ну вот, нового пассажира в моей семье вы уже увидели. Ну а на этом, на этом добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Мы пошли уже, наконец, бриться поскорее. Думаю, в этом видео, в бритии имею в виду, я вас удивлю, потому что я сделаю то, чего никто не ожидал. Даже я. Пошли бриться. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч.